МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа развития Организации Объединенных Наций в Кыргызстане в 2015 году планирует реализацию ряд проектов, в том числе и по поддержке регионов. Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2017 года также в качестве одного из главных направлений рассматривает поддержку регионов. Поэтому мы сегодня решили провести беседу с постоянным представителем ООН в Кыргызстане и постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Александром Аванесовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, на последней пресс-конференции Вы отметили, что мы стараемся идти в одном цикле с национальной стратегией устойчивого развития страны. Это же Ваши слова? Поэтому скажите, какие проекты про ООН наиболее близки к направлениям национальной стратегии устойчивого развития страны? Ну, это правда. Во-первых, спасибо за приглашение. Добрый день. Ну, я думаю, что все наши проекты близки к национальной стратегии. И уж так получается, что одним из принципов нашей работы здесь, в Кыргызстане, да и в любой другой стране мира, эта работа основывается на национальных приоритетах. Вот я думаю, что документ, который называется «Национальная стратегия устойчивого развития», на сегодняшний день является именно таким документом. И поэтому те приоритеты, которые там изложены, они для нас являются ориентиром. Хотя многие проекты, кстати, начались даже и до принятия этой стратегии. И это, кстати, показывает, что у нас есть, ну, я не знаю, назовем так, почти полное понимание того, как Кыргызстан должен развиваться дальше. Поэтому наши проекты, скажем, в области, ну, возьмем самый такой пример, который я всегда привожу, это, скажем, проекты, связанные с миростроительством, да. В стратегии очень многое говорится о стабильности, о том, что необходимо обеспечить нормальные взаимоотношения межэтнические, не допустить каких-то всплесков межэтнических конфликтов, напряжения здесь, да, потому что это основа экономического, социального и экологического благополучия страны. И, вот, скажем, если взять это направление, то у нас, вот, какой проект не возьми, скажем, взять энергосбережение, да, значит, вот мы понимаем прекрасно, что над страной всегда висит вот этот вот немножко домоклов меч, как там будет с водой делать, да. Будет ли достаточно воды в Токтагульском водохранилище для того, чтобы выработать достаточное количество энергии или не будет? Как будет снабжение там различного рода топливными материалами? Значит, вот этот вот риск, он, наверное, будет всегда, он над всеми странами фактически висит. Значит, нужно думать очень серьезно об энергосбережении. Вот у нас на этот год наши проекты в этой области будут одни из самых приоритетных. То есть у вас в основном проекты действительно близки к направлениям национальной страны? Они абсолютно совпадают. Вот у нас четыре направления, значит, госуправление, миростроительство, борьба с различного рода проявлениями, значит, изменений климата и природопользованием устойчивым. И последнее – это то, что касается предотвращения стихийных бес. В 2015 году ПРОМ планирует внедрение более 40 проектов. Вы даже называете бюджет этих проектов около 22 миллионов долларов. Вы не могли бы перечислить и охарактеризовать некоторые основные проекты? Ну, я бы выделил вот по направлению госуправления. Это работа по вопросам борьбы с коррупцией. Это вопросы, связанные с судебной системой, с реформой судебной системы, доступа к правосудию, особенно тех слоев населения, у которых могут быть сложности. Это касается тех, у кого денег не хватает. Это касается тех, кто в силу физических каких-то возможностей, сложностей, не может воспользоваться иногда, помочь этим людям. Если взять вопросы, связанные с экологией, то это, конечно, вопросы, связанные с энергосбережением, природопользованием, защитой биоразнообразия в Кыргызстане. Конечно, большую роль мы здесь будем уделять развитию территорий. То есть у нас есть такое понятие, как комплексное развитие определенных территорий. Вот пример такого проекта – это Нарынский проект, который финансируется Российской Федерацией. Значит, с прошлого года 3,5 миллиона. Почему комплексный? Потому что мы смотрим, проанализировали ситуацию, посмотрели, вот что нужно сделать, чтобы все-таки помочь людям в этом районе наиболее, ну, как бы сказать, адресно и результативно, с учетом объема наших ресурсов. Вот, мы сейчас готовим такой проект по Ожской области. В дальнейшем у нас на очереди Джаллабадская область, где-то вот 15-16 год. Ну и будем работать с другими областями, конечно. А на что будет направлен проект по хвостохранилищам? Ведь такая работа, судя по всему, в планах ПРОН есть в этом году. И на какую помощь имеют право рассчитывать жители, которые живут в районах, которые близко находятся к источникам радиоактивной опасности? Я вот только что подписал совместное письмо с послом Российской Федерации, адресованное премьер-министру, о начале проекта по социально-экономическим аспектам пяти мест, которые находятся вблизи урановых хвостохранилищ. Это Орловка, Бордиу, Актьюз, Каджисай и Минкуш. Вот эти пять. Значит, и там смысл такой. Значит, полтора миллиона тоже, да, казалось бы, что можно сделать? Я думаю, что можно. У нас уже сейчас разработано порядка десяти таких конкретных проектов, чтобы помочь людям о санитарии, обеспечении информированности населения, особенно вот что касается детей, да и всего населения этих районов, о том, как себя вести в условиях, когда есть недалеко, в общем, места, которые опасны для здоровья. Это поддержка фермеров, это поддержка малых производителей. Вы знаете, что многие места, которые находятся вот вблизи таких хвостохранилищ, они находятся в таком немножко, ну, упадническом настроении, прямо скажем. Люди, с одной стороны, и не уезжают, и с другой стороны, какие возможности вот там нормально жить и получать какие-то услуги, и доход, и так далее. Вот мы попробуем на эти полтора миллиона все-таки помочь этим пяти поселениям. Также вы говорили о проекте, который направлен на профилактику приграничных конфликтов. Это очень актуально и важно, так как в последние годы конфликты на границе с Таджикистаном и Узбекистаном имеют частое явление. Вот поможет ли ваш проект найти объективный выход из ситуации? Ну, мы думаем, надеемся, что поможет, потому что, ну, во-первых, потому что мы очень хорошо представляем ситуацию и не просто, как бы, в общем плане, а наша команда, которая там работает, это люди, которые из этих районов, ну, мы работаем в основном в Баткенской области сейчас по этой тематике, они знают не просто там селение, да, они знают людей и знают их лидеров. И в этом смысле наша основная задача вот найти общий язык людей по целому ряду моментов. Ну, например, совместное пользование природными ресурсами. А что это главное? Главное, это вода и земля. Вот если удастся здесь избежать, потому что в основном конфликты там начинаются на почве, вот, либо непонимание, как использовать земли, особенно в тех местах, где нету границы, да, и вот тут начинаются такие конфликты. Очень многое зависит от взаимоотношений там людей. Мы постараемся снизить вот этот иногда накал, который там рождается из ничего фактически, из мелочей каких-то, да, кто кого не пропустил на дороге, грубо говоря. Вот, потом это вот превращается в какой-то конфликт. И в дополнение, конечно, к усилиям, которые идут сейчас на межгосударственном уровне, мы постараемся вот на уровне сообществ, которые живут с обеих сторон, значит, вот постараться как-то риск напряжения снизить. Надеемся, что это поможет. Надеемся, что это поможет. Мы здесь очень активно работаем с нашими швейцарскими коллегами. Вот, они вообще долгое время уже занимаются этой тематикой. Ну и, конечно, вот по линии фонда миростроительства у нас будут ресурсы, которые позволят здесь работать. А вот вопросы и меры развитию регионов нашей страны. Вот эта тема, национальная стратегия устойчивого развития, занимает важное место. Также эта тема в ваших проектах достаточно серьезное место занимает. То есть, здесь видно, что цели и задачи пересекаются. И площадка для взаимодействия ПРОН и правительства Кыргызской республики достаточно большая. Вот в чем будет выражаться это сотрудничество? И как будет осуществляться это взаимодействие? Ну, мы вообще очень плотно работаем. Мы с Минэкономикой, и с Кабинетом министров, премьер-министром по этой тематике. У нас есть планы, у нас с нашей стороны предложения, где мы можем вообще совместить даже ресурсы, которые выделяются на развитие территорий. А что это за ресурсы? Это прежде всего ресурсы, которые... Нам нужно, понимаете, нужно найти вот те точки, которые могут те или иные районы поднять. Ну, например, если взять, скажем, Баткенскую область. Вот в свое время у нас была там программа какое-то время назад, которая помогла, как нам кажется, да, снизить уровень бедности там очень существенно. Значит, и эта программа была нацелена же на что? На фруктовое... на фруктоделание, на фруктовыращивание, да, производство фруктов. И вот появился тогда знаменитый этот бренд, как мы говорим, да, значит, Дары Баткена. Вот сейчас можно зайти в Народный, там посмотреть, иногда там бывают Дары Баткена. Да, это вот сушеный урюк там и так далее. А вот в ходе вашей недавно встречи с журналистами была озвучена цифра, уровень бедности в Нарынской области составляет 40%. Ну, выше, да, чем... Я сейчас не могу назвать... Я, наверное, назвал где-то выше 40% или там около 40%. На самом деле там действительно уровень выше, чем по стране. Это цифра, похожая цифра была озвучена многими исследователями из других международных организаций чуть ли не в середине 90-х годов. Не означает ли это, что за последние два... Прогресса особого не было, да? Да, за последние два десятка лет прогресса нет на Нарынской области. Ну, я вам скажу так, что, конечно, изменение ситуации происходит очень по-разному по регионам. Значит, вообще, если по стране взять, то у нас какие цифры, чтобы было ясно? Значит, средняя бедность в Кыргызстане 37%. Значит, она немножко уменьшилась за последний год. Как пойдет дальше, посмотрим. Но она выросла по сравнению с трехлетней давностью, четырехлетней давностью. Уровень вырос. Средняя. По крайней бедности она существенно уменьшилась. То есть сейчас крайняя бедность составляет всего несколько процентов. Вот. То есть эта крайняя бедность, то, что мы считаем, ну, по нашим ООНовским критериям, один доллар в день на человека. То есть это вот уменьшилось по сравнению с 99-м годом. Вот. Но факт тот, что есть регионы, где уровень бедности выше среднего. Причем иногда существенно. Это Нарынская область, это Баткенская область по-прежнему, Джалабадская область выше. Вот. Так что вот на них мы обращаем особое внимание. А вот ООН планирует обучать крестьян фермерскому управлению, там, аграрному малому и среднему бизнесу, да? Как вы считаете, есть ли перспективы аграрного сектора в плане аграрной кооперации? Конечно, есть. Это уже происходит. Это уже происходит. И я думаю, что это есть. Конечно, надо смотреть на ситуацию в каждом районе. И готовность фермеров кооперироваться, да? Я, например, знаю, что очень хороший пример в Сусамырской области кооперации, где у нас был такой проект очень хороший по пастбищам, по эффективному использованию пастбищ. И он, кстати, продолжается. Вот. Так что я думаю, что есть, безусловно. Но здесь, мне кажется, нужно просто смотреть по ситуации в каждом регионе. Просто вот на сегодняшний день многие фермеры очень как бы пессимистично относятся к кооперации. Они не видят в этом необходимости. Ну, это к вопросу о том, что с людьми надо говорить, надо им рассказывать, надо им показывать преимущества. Но, с другой стороны, каждый человек уйдет сам свое дело. Но я думаю, что в Кыргызстане, конечно, необходимость вот такого рода взаимодействия между хозяйствами сейчас очень очевидна в некоторых районах. Тогда снижаются и затраты, и возможности повышаются, риск уменьшается от потери урожая. И с кредитами, по-моему, проще. С кредитами, может быть, проще, да. Но не надо закрывать ни двери, ни какой из моделей. А вот в январе этого года вы встречались с главой государства, Алмазбеком Атамбаевым. Что вы могли особо отметить при этой встрече, и к каким соглашениям вы в итоге пришли? Ну, мы вот обсуждали целый ряд вещей, ну, таких очень стратегических, скажем так. И, конечно, среди них была подготовка к выборам. Мы в ПРООН, в программе развития ООН сейчас проводим проекты, осуществляем, вернее, проект, который называется «Поддержка Кыргызстана по вопросам выборным». Он концентрируется на трех компонентах. Значит, первое — это работа с избирателями. Второе — это работа с избирательными комиссиями. И третье — это то, что связано с решением каких-то конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть во время выборов. И вот все эти три момента мы так немножко обсудили и пришли к выводу, что сейчас, когда еще обсуждается закон о выборах, да, когда идет биометрика, когда есть разные там взгляды у некоторых представителей неправительственных организаций, как готовиться и как обеспечить лучше прозрачные, честные и справедливые выборы, значит, конечно, очень важно работать с населением. Просто работать с населением, объяснением, что нужно делать, как нужно делать, как нужно себя вести в том случае, если вдруг ты себя не нашел в списке избирателей, как нужно стараться избежать конфликтных ситуаций вокруг этого вопроса. Так что вот на этом мы с ним в основном сосредоточились, потому что есть желание провести такие выборы на высоком уровне с точки зрения прозрачности, и в этом смысле делаются серьезные усилия для использования современных методов вместе и с японскими коллегами, и с корейскими коллегами. Вот, конечно, монгольский опыт здесь очень как бы хороший, как считают, ну и действительно он хороший. Вот, в любом случае, вот эта тема была такой основной, и мы договорились очень плотно работать в этой области. Естественно, каждая организация работает в рамках своего мандата. А что вы думаете о реформе судебной системы, которая у нас сегодня проходит? Не кажется ли вам, что она немного затянулась, как считают некоторые эксперты? Реформа судебной системы, она всегда дело непростое, требующая, во-первых, очень правильного понимания, в каком направлении идти и сколько денег на это нужно. Вот мы недавно посчитали, сколько будет стоить судебная реформа, вот, и представили наши экспертные выкладки нашим партнерам национальным. Конечно, это сумма немаленькая. Вот, то есть, здесь требуются серьезные финансовые тоже усилия. Но не менее серьезные требуются и экспертные усилия. И, конечно, потом согласие всех ветвей власти о том, как, так сказать, судебная реформа должна проходить. Поэтому то, что мы там, то, что она затягивается, да, ну, действительно говорят, что она затягивается. Но важно, что она идет. Она идет, и она идет, по-моему, в правильном направлении. Работа национальной стратегии в случае развития страны рассчитана до 2017 года. И, конечно же, возникает вопрос, а что дальше? Как вы думаете, какие его перспективы? Ну, это вот тоже одна из тем, о которой мы говорили недавно и с президентом. Он упоминал о том, что очень важно посмотреть и дальше, после 2017 года. И в этом смысле, мне кажется, что очень хорошо совпадает вот этот процесс национального поиска дальнейших путей развития с тем, что происходит на глобальном уровне, в том числе и в ООН. Вот в 2015 году заканчиваются цели тысячелетия, значит, будет подведен итог на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет откроется в сентябре этого года. После этого будут утверждены, я надеюсь, именно на этой сессии уже новые, так сказать, новые наборы целей, которые называются цели устойчивого развития. И вот вы видите сразу здесь взаимосвязь национальной стратегии устойчивого развития. То есть, как бы совпадает название. Но эти цели устойчивого развития будут рассчитаны на следующие, наверное, 15 лет. Вот, значит, соответственно, они как бы могут быть хорошим очень ориентиром для разработки следующей стратегии устойчивого развития. Естественно, до 2017 года еще есть время, чтобы реализовать те и национальные проекты, и те направления реформ, которые там закреплены. Но уже сейчас, как мне кажется, можно начинать думать о том, что будет дальше после 2017 года в этом плане. И это полностью совпадает с нашей линией работы по, как мы говорим, по повестке развития после 2015 года. Ну что же, большое спасибо вам за беседу, и мы вам желаем успеха в вашей работе. Спасибо огромное. А я хочу напомнить, что это было интервью нашей программе, координатора системы ООН и постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане Александра Аванесова. Это все на сегодня. С вами была Галина Байтирек. Всего доброго и до встречи.